западное обучение в обмен на боевой опыт когда в украине ждать французских инструкторов мы предлагаем обучить четыре с половиной тысячи украинских солдат каким навыкам будут обучать наших военных французской инструкторы французские инструкторы могут принести именно тот формат почему эта помощь так важна для нас никого и маленько никогда маленькая советская армия не победит большую советскую армию мы узнали интересные детали учений от инструкторов нато и почему их так боятся в кремле зачистка здания отражение атаки и штурм вражеских окопов украинские военные оттачивают навыки ведения боев на британской земле под пристальным взглядом западных инструкторов мы бачим как работают военные нато их тактику ведения боя я вижу что она отличается от украинской сначала полномасштабного вторжения обучение за границей прошли около 15 процентов украинских воинов но для нужд сил обороны этого недостаточно на днях президент франции эммануэль макрон заявил что хочет создать коалицию для обучения украинских военнослужащих и как часть этого плана создать французскую бригаду украинский президент и его министр обороны за два дня обратились ко всем союзникам с официальным письмом говоря что нам нужна ваша помощь в быстром обучении и чтобы вы пришли это делать на нашей земле мы предлагаем обучить четыре с половиной тысячи украинских солдат оснастить их тренировать и предоставить им боеприпасы и оружие что позволит им защищать свою землю и эта бригада если можно так сказать французская это очень важный фактор можно ли говорить что западные инструкторы вскоре появятся в украине вероятность такого десанта уже напугала кремль это означает во первых что помощь украине в долгу и союзники не оставит украину и военная и экономическая и финансовая помощь и в развитии военно-промышленного комплекса украины во вторых они понимают что если бы ситуация обострилась и россия начала например охоту ракетами или другими средствами против этих инструкторов это будет означать только увеличение присутствия западных войск на территории украины зарубежные инструкторы уже привлекались к подготовке украинских военных во время проведения атоос на востоке западная рассветка считала их одной из приоритетных целей россии в украине и в начале полномасштабного вторжения захват заложников или убийство военных инструкторов на территории украины что конечно привело бы к столкновению ядерных держав то есть россии и америки они сказали что тогда мы уезжаем из украины и забрали даже посольство но теперь на западе стали признавать что такой шаг был преждевременным и ошибочным министр кэмерон сегодняшний министр иностранных дел великобритании сказал что это была абсолютная ошибка что мы впали в панику и это также сказал очень жестко бывший министр обороны уолос что они не могут так вести политику чтобы бояться что кто-то из агрессоров пригрозит они тогда поднимут руки вверх и убегут мы должны быть на посту иначе внешнюю политику вести нельзя но в чем же разница между западной и украинской моделью обучения войск сейчас очевидно что украина никогда не сможет при зайти противника по количественным показателям то есть задавить силой не получится поэтому победить россию мы можем за счет инновационных асимметричных и умных идей в бронесил из раскам вооруженные силы образца хотя бы частично советского они не могут эффективно использовать западное оружие и никогда маленькая советская армия не победит большую советскую армию чтобы победить российскую армию нужно как раз максимально сейчас адаптировать эти подходы западные по маневренной войне в нашу военную систему это даст нам ту возможность использовать это для того чтобы победить второй момент использование западных образцов оружия эффективный захидной сбро и эффективность западного оружия в первую очередь достигается как раз не за счет того что мы закидываем противника большим количеством снарядов или ракет а за счет того что мы постепенно или одновременно обескровливаем его оборону критическую оборону а затем наносим какой-то очень точный удар в самую критическую уязвимую точку и противник просто рухнет и все западные инструкторы и сейчас работают в украине но пока это частная инициатива отдельных людей артем соучредитель украинской военно образовательной платформы для гражданских и военных на полигоне отрабатывают навыки ведения боя по натовским стандартам украина вжимая досвид украина уже имеет опыт работы с инструкторами из великобритании и испании соединенных штатов америки и поэтому французские инструкторы могут принести именно тот формат натовской системы воспитания который заполнит процентном соотношении где-то 70 процентов базовых знаний необходимых современному военнослужащему а остальные 30 процентов они получат как релевантный опыт в условиях боевых действий присутствие западных специалистов в украине поможет значительно расширить возможности украинской программы обучения и увеличить штат военных инструкторов нам нужно готовить очень много людей начиная фактически от рядовых до младших командиров и это должна быть и тактика и лидерство и технические аспекты целое множество западные инструкторы обогащают и собственный опыт получая информацию о применении их оружия в условиях реальной войны общаясь с военными иностранцами я вижу что учебные программы инструкторы или компании которые предоставляют нам то или иное оружие экспериментальное они все имеют для себя очень большой прок от этого потому что они получают самую свежую информацию прямо с поля боя и адаптируют что технические средства что учебные программы мобилизационный аспект под свои страны организовать такое обучение будет легче ведь привести в украину сотню инструкторов это не отправить за границу 100 тысяч украинских военных разглядается так и к варианте рассматривается несколько вариантов сначала я думаю не будут размещаться на территории западной украины или центральной украины где будут находиться под защитой украинской пво другие варианты на которых говорили французские военные генерального штаба в конце концов о двух локациях либо при граниче с белоруссию либо уже тогда крутой поворот что франция по аналогии исторической скажем так столетней давности будет базироваться в одессе но из-за вопросов безопасности жизни западных инструкторов франция пока не решается отправить такой десант в украину современная история показывает что именно решительные действия одной страны дают толчок другим делать также и красные линии которые рисует кремль очень быстро выгорают это уже доказано ударами западным оружием по территории россии так что нам придется еще подождать когда франция или кто-либо еще из наших партнеров сделают этот шаг сергей вендин специально для марфона на телеканале freedom а а а а а а а Продолжение следует...